С главными новостями дня в студии Ирина Цепитова. Когда будет принят федеральный закон, регламентирующий санкции за использование летней резины на зимних дорогах, присвоение аэропорту Наринмара статуса узлового и доступность денежного ресурса для бизнеса? Эти вопросы сенаторы от Ненецкого округа задали первому вице-премьеру России Игоре Шувалову в рамках правительственного часа, который прошел в Совете Федерации. Напомню, наш регион в Верхней Палате Российского Парламента представляют Вадим Тюльпанов и Евгений Алексеев. Отвечая на вопрос сенатора Вадима Тюльпанова, вице-премьер назвал упущением то, что законопроект о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях до сих пор не был рассмотрен в Нижней Палате Российского Парламента даже в первом чтении. В случае принятия законопроекта административный штраф за несезонные шины в зимнее время будет составлять до 2000 рублей. Законопроект дает регионам право корректировать временные рамки зимнего сезона в зависимости от климатических условий. Член Совета Федерации от собрания депутатов Ненецкого округа Евгений Алексеев задал вопрос о доступности денежного ресурса для бизнеса, кредитов с пониженной процентной ставкой. Отвечая на вопрос сенатора, Игорь Шувалов отметил, что сегодня мы пережили очень высокие темпы экономического роста. Страна избавилась от нищеты, нам удалось многого добиться. Но с другой стороны, мы расплачиваемся достаточно жесткой посадкой и реорганизацией всего народного хозяйства и переживаем высокую инфляцию и высокие процентные ставки. Это будет длиться определенный период времени, но по денежно-кредитной политике, которую представляет Центральный банк, мы намерены добиваться более низкой инфляции, вплоть до 4% в среднесрочной перспективе. Это означает, что банковские кредиты будут стоить уже других денег. Также в адрес вице-премьера от Евгения Алексеева были заданы вопросы, касающиеся жизни округа. В частности, о присвоении аэропорту Наринмар статуса узлового. Вторая озвученная проблема касалась финансирования предстоящей реконструкции аэродрома Наринмар. У нас просто планируют заменить плиты. И вроде бы как и правильно, но резоннее-то и лучше было бы параллельно существующей вот этой полосе взлетно-посадочной построить монолитную полосу. Потому что получается, что если перекладывать плиты, там попадает, в соответствии с изменившимися требованиями, рулежная дорожка. Ее необходимо переносить. Переносить задание КДП. То есть вроде как плиты бы поменяли и решили проблему, а там тянет еще масса вопросов. Но вот, учитывая то, что 30 секунд сегодняшний вопрос был, я, конечно, не мог подробно все это ему изложить. Но я отправлю письмо, в котором вся эта позиция была изложена. По словам первого заместителя правительства России, эти вопросы будут рассмотрены в рамках стандартных правительственных процедур.